А студия в эфире субботний информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. В студии Руслан Жукаев и коротко о главном. С 1 января 2021 года поменяется система налогообложения. Какие изменения произойдут для предпринимателей, вы сможете узнать в нашей выпуске. В Черкесске прошел финал конкурса «Лучший социальный проект года», где наградили лучшие идеи в данной сфере. Об одном из проектов расскажет гость нашей программы. Он стал прообразом Деда Мороза, от него большая традиция дарить подарки на Новый год и Рождество. Православное включает День Николаевича Рождества. В Государственную Думу внесли законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете. Согласно действующей редакции, клеветан оказывается штрафом в размере до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за период датного года, либо обязательными работами на срок до 240 часов. Новость для предпринимателей. С 1 января 2021 года отменяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Следовательно, налогоплательщики до конца этого года налогоплательщикам необходимо выбрать систему налогообложения, удобную для них самих. Мадина Каракетова продолжит тему. На территории Карачаева-Черкесии зарегистрированы более 5000 плательщиков единого налога на вмененный доход, большая часть которых работают в сфере розничной торговли и общественного питания. И им новый налоговый режим необходимо выбрать до 31 декабря текущего года. По словам начальника отдела налогообложения и юридических лиц управления Федеральной налоговой службы по Карачаевой-Черкесии Мадина Хачировой, сниматься с учета организации и индивидуальные предприниматели, состоящие на учете в качестве плательщиков единого налога на вмененный доход, будут в автоматическом режиме. В качестве альтернативы юридические лица и индивидуальные предприниматели могут перейти на общую или упрощенную систему налогообложения. Бизнес, относящийся к сельхозтоваропроизводителям, вправе выбрать единый сельскохозяйственный налог. Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников и ведущих деятельность в определенных отраслях, альтернативой может стать применение нового налога на профессиональный доход. Специалисты налоговой службы обращают внимание налогоплательщиков на то, что в случае неуведомления налогового органа о своем выборе, они автоматически будут переведены на общую систему налогообложения. А для перехода со следующего года на специальные налоговые режимы необходимо подать ряд документов. При выборе упрощенной системы налогообложения уведомление о переходе на ОСН не позднее 31 декабря 2020 года. При выборе патентной системы налогообложения заявление на получение патента не позднее, чем за 10 дней до начала применения ПСН. При выборе единого сельхозналога уведомление о переходе на ЕСН не позднее 31 декабря 2020 года. При выборе НПД заявление о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и регистрация в мобильном приложении «Мой налог» не позднее 31 декабря 2020 года. Если у налогоплательщика возникли сложности с выбором для себя системы налогообложения, то, по словам Мадины Хачеровой, им поможет специальный калькулятор, который можно найти на сайте налоговой службы налог.ру в графе «Выбор подходящего режима налогообложения». Мадина Каракетова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Какая погода будет в эти выходные, нам поведают синоптики. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж – больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Центр молодежного и инновационного творчества стал победителем в конкурсе «Лучший социальный проект года», который был организован Центром поддержки предпринимательства. Гость нашей программы Ренат Хатуаев расскажет о деятельности молодежного центра и о конкурсе, в котором может принять участие любой житель республики. Здравствуйте, Ренат. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости. Ренат, расскажите, пожалуйста, о деятельности Центра молодежного и инновационного творчества. Это такая программа Министерства экономического развития Российской Федерации. Реализует ее у нас в республике Центр «Мой бизнес». В чем суть программы? Это возможность для всех групп населения, детей, подростков, студентов, работающих, пенсионеров. Нет никакого возрастного ценза. Возможность для этих людей приобщиться к цифровым технологиям, к технологиям цифрового производства. Соприкоснуться с чем-то, что может вести человека в дальнейшем в науку, в предпринимательство. Какой-то такой мостик между обывателем и серьезной деятельностью в цифровом производстве. Смысл более глубокий, который вложен в этот Центр, в том, что любой человек может прийти... Тебе не обязательно посещать это от начала и до конца, выслушивать весь этот курс. Ты можешь прийти с проектом туда, который у тебя уже есть. Тебе нужна маленькая часть или часть из каждого из курсов. Ты воплощаешь свой проект, смотришь на него. Если тебе результат удовлетворяет, научился, молодец. Даже ты можешь сделать какой-то прототип коммерческого изделия и изготовить его там. Посмотреть, как это пойдет и выходить на рынок. Это, можно сказать, некая теплица идей, которые скоро воплотятся в жизнь. Да, мы надеемся, что это станет такой площадкой для рождения стартапов. Это Центр молодежно-национного творчества. Что туда будут приходить ребята с идеями и реализовывать. Да, он про образование, но не только про образование. Проектная деятельность сейчас, она везде. Это основа вообще всех, и бизнеса, и государственной деятельности. В рамках этого проекта мы решили решить какую-то проблему. Собрались, государство предоставляет ресурсы в виде оборудования помещений. И наставника, который объясняет, вот этим так пользуешься или не так. Цель преподавателя в Центре молодежно-национного творчества – не научить делать тебя какую-то шайбу конкретную, да, там, или модель. Его цель – не дать тебе, грубо говоря, тебе сломать это оборудование, а твое творчество уже никак не ограничивается. Ты делай, что хочешь. Рената, расскажите, пожалуйста, вот какие интересные идеи созревают в стенах данного центра? Практически все идеи, которые вот в этом центре возникают и сейчас реализуются, это плод трудов многих людей. Такого нет, что это прямо вот в центре было конкретно придумано. Но, как пример, сейчас будут делать ребята шахматы с фигурами из героев Народского эпоса. Ничего себе. Там художник отрисовывает, ребята воплощают это в жизнь там на 3D-принтере, мастера там обработки красят эти модели, подготавливают, там станок вырезает шахматное поле, там оно тоже будет стилизовано, наверное, под местность, ну, не как классическая шахматная доска. Вот такой проект. Буквально недавно Центр поддержки предпринимательства организовал конкурс на лучший социальный проект года. Расскажите, пожалуйста, подробнее, кто участвовал и какие вообще номинации были в данном конкурсе? Лучший социальный проект года – это ежегодный конкурс, который проходит во всей нашей стране. И начал его, скажем так, активно продвигать эту идею Российский государственный социальный университет и в партнерстве с Министерством экономического развития, которое дало плоть этому проекту. Он начал реализовываться, вот уже в шестой раз он проводится. Мы, Центр мой бизнес, реализовывали, организовывали региональный этап этого конкурса. У него два этапа. Один региональный, где каждый регион отбирает свои лучшие проекты, после чего они участвуют в федеральном конкурсе. Вот сейчас мы завершили региональный этап. Этот конкурс призван, скажем так, обратить внимание общества на тех предпринимателей, которые берут на себя немножко большие цели и ставят перед собой большие задачи, чем просто извлечение прибыли. Они решают какие-то общественные проблемы, там работают с малозащищенными славами населениями, решают экологические проблемы, развивают там, сохраняют культуру. Все эти проекты заслуживают внимания, и государство делает шаги навстречу таким людям в виде таких конкурсов, где различное поощрение, да, там и материальное, и моральное они получают. И также на уровне государства уже принят закон о статусе социального предпринимателя, где какие-то преференции будут такие предприниматели получать. Что дает этот конкурс, да, предпринимателям, как в нем принять участие? Это замечательная история успеха на самом деле. Вот этот конкурс – это история о том, когда люди… Лучший социальный проект года – это именно лучший социальный проект года. Это не лучший социальный предприниматель, это не лучший там, лучший НКО. Это именно социальный проект, его может реализовать любой. Но то, что на протяжении шести лет велась такая работа, и не только в рамках этого проекта, а вообще всем обществом возникали такие люди, которые несут социальную ответственность. Вот есть примеры и в нашей республике, людей, которые много делают бизнесмены для народа, да, скажем так. И вот эти усилия, этот конкурс и тысячи других подобных мероприятий, программ, привели к тому, что на федеральном уровне был принят закон о социальном предпринимательстве, который позволяет социальному предпринимателю стать более финансово устойчивым, да. Это вот история о том, что чем больше мы говорим, поддерживаем, обращаем внимание, тем проще становится людям вести такую деятельность. Каждый, скажем так, субъект МСП нашей республики может принять участие в таком конкурсе. Если он даже вот сейчас буквально, да, может обратиться к нам в центр «Мой бизнес», там нам в Инстаграм написать, позвонить 25-02-27, изъявить желание, мы ему поможем такой проект подготовить, его правильно, скажем так, оформить заявку. Бринад, спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости, и рассказали нам и нашим телезрителям о данном проекте и о возможностях, которые предоставлены нашим бизнесменам. Сегодня православные отмечают День Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых. Именно он стал прообразом Деда Мороза и Санта-Клауса. От него пошла традиция дарить подарки на Новый год и Рождество. Считается, что в этот день этого святого происходят настоящие чудеса. Подробнее об этом празднике в нашем сюжете. Николай Чудотворец жил в III веке в городе Патера, на территории современной Турции. Семья была очень зажиточной. После смерти родителей Николай унаследовал большое состояние, но, выбрав служение Богу, раздал свое наследство нуждающимся. Архиепископ Мир Ликийских за свою жизнь прославился многими чудесами. На Руси святителя любили особенно. Недаром еще с древних времен он имел несколько имен. Николай Чудотворец, Николай Угодник, святитель Николай. Второй после Бога заступник. Так говорили о нем наши предки. Вот из семьи Рябых из Черкесска святитель помогал неоднократно. Казаки этого рода были в числе основателей станицы Баталпашинской. К Николаю Угоднику всегда относились с особым почтением. У меня и отца звали Николай, я сына назвал Николай, сам Николай. Ну, не знаю, мы как-то к нему всегда обращаемся, с бедой какой-нибудь, что-то там, вот не ладится там. Придешь, свечку поставишь там, помолишься ему. И вроде бы, как знаете, не знаю, верить, не верить, и на душе как-то легче. Младшему Николаю святитель помог исполнить заветное желание. Поступить в университет, стать историком. Этот прошедший год для меня был такой весьма сложный. И ЕГЭ, экзамены и поступления в университет. Ну, перед экзаменами также пришли в храм, поставили свечку, помолились за успешную сдачу экзаменов, поступления в университет. Ну, и все, в общем-то, прошло благополучно. Только по самым скромным подсчетам в России более 5000 никольских храмов и монастырей. Главный храм Карачао-Черкесии тоже посвящен этому святому. Может быть, именно благодаря его заступничеству он работал даже тогда, когда в начале прошлого века большевики закрывали один храм за другим. А помог в этом сам военный комиссар Яков Балахонов, который с большой симпатией относился к священникам и даже иногда заходил в храм. С Днём Николая Чудотворца связано немало традиций и примет, но все они имеют одну общую мысль. Нужно дарить радость и любовь всем окружающим, помогать нуждающимся. Этот день хорош для примирения. Помиритесь с тем, с кем давно в ссоре, простите обидчика. Вот увидите, после этого вам обязательно станет легче. А еще в этот день нельзя ругать детей. Лучше обнимите их и скажите, как сильно вы их любите. Это будет лучшим подарком святителю Николаю и вашей душе. Ольга Савенко, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкизия. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Субботний выпуск Вестей подошел к концу.